Ну, я отношусь к мерам по повышению ответственности за неуплату, так сказать, щитов ЖКХ двояко, опять же. Во-первых, потому что очень трудно понять, вот мне, я, в общем-то, не старый человек, хоть и не молодой, но еще не старый. Мне вот очень трудно разобраться в щитах ЖКХ, очень трудно разобраться. Вот у меня есть помощник, слава богу, он это за меня делает. Я представляю себе какую-нибудь бабушку, которая получает эти щита. Все время разные форматы этих щитов, они по-разному напечатаны, по-разному начисляются. Очень трудно понять, как это делается, и очень большое желание не платить. Когда ты не понимаешь, за что ты платишь и почему ты платишь, ты не хочешь платить. Это я абсолютно, это я знаю по себе. Но, конечно же, платить необходимо, потому что в результате, если не платит кто-то один, страдают остальные. Страдают остальные, страдает комьюнити, общественность. Но мне кажется, что ЖКХ должно быть гораздо более прозрачным, гораздо более простым и гораздо более доступным для понимания. У нас, вот это еще раз говорю, я, так сказать, неглупый человек с высшим образованием. Мне трудно разобраться в тех щитах, которые я получаю. И это вызывает ужасное отторжение. И вот это вот замыливание и запутывание населения, когда все время меняются форматы и прочие вещи, они совершенно этого не способствуют. А, конечно, можно и расстреливать начать за то, что ты не заплатил за горячую воду. Безусловно, можно и так. Но, с другой стороны, те люди, которые вообще там злостно и хронически не платят, в принципе, с ними ничего сделать нельзя. В принципе, сделать с ними ничего нельзя, потому что там на них могут подать суд. А если у человека ничего нет? Вернее, у него есть, но это записано на других. А он нигде не работает, даже если у него есть деньги и так далее. С ним ничего вот эти судебные приставы сделать не могут. Не могут. То есть, если человек успевает там все свое имущество распихать, подавай на него в суд тысячу раз. И потом это судебное решение пойдет в судебный пристав, и они будут ходить и поговорить. Ну что? Говорят, что у тебя есть? Ничего у меня нет. И все. Вопрос на этом закрыт. И это касается не только ЖКХ, это касается вообще судебных решений, связанных с финансовыми вопросами. Особенно частные. Особенно частные. Я вот с этим сталкиваюсь постоянно. Поэтому, конечно, надо ужесточать. Но для того, чтобы ужесточать, нужно сначала эту систему сделать прозрачной, понятной и легкой для восприятия обычного среднестатистического человека. А не человека, который должен иметь кибернетическое образование для того, чтобы понять, каким образом это все высчитывается. Вот так я считаю.